С вами снова наша программа. Наталья Поклонская и Ивана Соловьёва. Тема сегодняшней нашей программы, мы не можем обойти такую часто звучащую тему автокефалии на Украине. Поэтому и сегодня хотелось бы поговорить конкретно по данной теме. Иван Николаевич. Все вы знаете, наверное, что 18 января Верховная Рада Украины на своём заседании приняла закон о изменении юрисдикции религиозных общин, который, в принципе, можно назвать законом о рейдерском захвате имущества Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Могу сказать, что не только представители Русской Православной Церкви негативно высказались об этом законе, но и другие религиозные организации, которые сейчас действуют на Украине. Помимо вот этих негативных последствий, а мы понимаем, что вся эта автокефалия делалась для двух целей. Первая цель политическая, вторая финансовая. Потому что, как свидетельствуют наши владыки, которые, я думаю, обладают полнотой информации на переговорах президента Порошенко и Варфоломея в Константинополе, последний потребовал у украинского президента передачи в том числе и монастырей Крыма. Ну, на что сказал Порошенко, что я по понятным причинам этого сделать не могу. Но ответ Варфоломея был короткий. Тогда вернете финансово. Все мы понимаем, что сейчас вот эта небольшая греческая община в Константинополе имеет возможность существенно поправить свое материальное положение, особенно с учетом того, что на этих мероприятиях были замечены ряд криминальных авторитетов украинских, которые, скорее всего, и спонсировали все эти мероприятия. Кроме того, на сегодняшний день есть информация о том, что ряд храмов, в частности в Черниговской области, захватывается с помощью активистов украинской националистической организации С-14. Они много говорят, они выступают таким тараном для этого. Они приходят в храм, не имея никаких документов, уставов, регистраций. Они заходят и обеспечивают вот этот рейдерский захват, обеспечивают голосование общины. Туда приезжают такие мобильные бригады националистические, которые в количестве 100-150 человек, для того, чтобы перекрыть своим количеством любое количество прихожан, которые могут проголосовать. И таким образом храмы сейчас активно начинают переходить под юрисдикцию так называемой ПЦУ, Православной Церкви Украины. Ну, это все новости, которые не могут не беспокоить. Но я бы хотел задать вопрос Наталье Владимировне, а этот вопрос очень многие задают. А что можем сделать мы, как можем отреагировать, и как сможем помочь нашим православным братьям на Украине? Да, действительно, в последнее время на каждой передаче по телевидению и на радио, обсуждая вопрос автокефалий на Украине, задается самым важным, самым нужным вопросом, это что делать нам, как поддержать наших православных людей на Украине сегодня. Потому что это точно такие же люди, как и мы. Это русские люди, которые временно вот так вот оказались в таких тяжелейших, сложных условиях, в условиях гонения на церковь. И священнослужители, которые сегодня терпят эти гонения. Никто даже не сомневается в выдержке и в терпении этих людей, священнослужителей. Но тем не менее, мы же не можем молчать просто так. Простой народ, просто мы, люди, обычные. Я не могу позволить себе молчать, потому что у меня душа болит, когда я вижу, что происходит на Украине, как её сегодня рисуют и как её показывают. Поэтому, конечно же, я всегда смотрю со стороны своей прокурорской службы, никуда от этого не деться. И вижу ответ на данный вопрос в том, чтобы... Вот каждый делает всё, что от него зависит. Вот от органов прокуратуры. Я смотрю за целый орган. В своё время я возглавляла прокуратуру Республики Крым в самый трудный период. Слава Богу, для меня это честь пойти вместе со своим коллективом в 2014 году и защищать свою родину, свой родной Крым. Так вот, исходя из этого, я вижу, что было бы очень хорошо, если бы Генеральная прокуратура Российской Федерации создала специальное подразделение по вопросам защиты, восстановления нарушенных прав граждан на Украине. Потому что эти права нарушаются как в отношении украинских граждан, так и в отношении российских граждан, находящихся на Украине, и всех православных верующих. И эти нарушения нужно фиксировать, потому что рано или поздно придётся ответить за все преступления, которые сегодня совершаются в этой стране. Это не чужая страна, это наша страна. Так вот, я считаю, что необходимо создавать специальное подразделение. Для этого есть специалисты. Ну, к примеру, те сотрудники, мои бывшие коллеги, с которыми мы работали в Генеральной прокуратуре Украины в Киеве. Многие из них уволены, многие отбывают наказание за сепаратизм и всякие надуманные по надуманным статьям в миг, сиюминутно вовведённым в действие новыми изменениями в Уголовный кодекс Украины. А также те сотрудники, которые покинули Украину и живут, трудятся, ищут работу на территории Российской Федерации. Но у них огромный багаж знаний украинского законодательства. Ведь они понадобятся, они нужны, они необходимы, эти знания здесь. И совместно с сотрудниками прокуратуры Российской Федерации создать такое спецподразделение, привлекать специалистов из Украины со знанием украинского законодательства, фиксировать все нарушения и работать дальше, просто работать. Просто люди должны понимать, что нарушения их прав не останутся без ответа, что это кого-то интересует, что их кто-то хочет, хотя бы хочет защитить. Они должны чувствовать какую-то поддержку. А какую поддержку сегодня чувствует православный человек на Украине со стороны России? Какую? А я отвечу, ну просто по телевидению кто-то говорит, рассказывает, высмеивает и всё. Надо что-то сделать. Надо дать понять, что эти люди не одни, что мы вместе. Это если говорить серьёзно, это то, о чём я думаю и считаю уверенно в том, что это необходимо делать. Ну, ещё хотелось бы отметить настроение украинских людей, граждан Украины, там сегодня на Украине православных верующих, которые не теряют чувство юмора. И вот недавно буквально смотрели мы ролик, сюжет 95-го квартала, когда Владимир Зеленский очень наглядно и очень красиво рассказал про раскол брака. И то, что только его, Зеленского, интересуют те дурацкие законы, вносимые президентом Украины Порошенко. Да, действительно, это так хорошо было преподнесено, и люди смеются, люди не теряют чувство юмора. Это действительно, с одной стороны, смешно. Я бы подсказала ещё Владимиру Зеленскому. Я знаю, он огромный специалист, и он очень творческий человек. Я уже рассказывала про его творческий продукт «Молодец большой». Это телесериал «Сваты». Я только этим телесериалом и спасалась. Когда Майдан был на Украине, в Киеве, спать не могла, включала этот фильм. И под добрый фильм спала, жила. У нас ребёнок очень тоже любит этот фильм. На Украине его запретили. Ну, это вообще абсурд какой-то. Так вот, я бы ему тоже немножко намекнула. Можно начать такой флешмоб, ну, к примеру, с таким лозунгом «Варфоломею выкупим Томас за дорого». И поверьте мне, здесь нас собираем больше, нежели та сумма, которая была занесена варфоломею паном Порошенко. С юмором действительно надо подходить, но всё-таки поддержку нужно давать, и нужно так делать, чтобы люди чувствовали эту поддержку. Люди, которые сегодня остались на Украине, на временно оккупированной территории Украины. Кстати, нет ничего удивительного, что на Украине запретили вот этот замечательный телесериал «Сваты». Они даже сделали нежелательной персоной такого замечательного, с моей точки зрения, человека, как Микеле Плачеда, который играл комиссара Катани в телесериале «Спрут». Все же помнят этот фильм. В захлёб смотрели. Но, тем не менее, то ли борьба с коррупцией подкосила и с мафией украинскую идеологическую машину, то ли увидели в нём руку Путина. Ну, а что касается господина Зеленского, хочу сказать, что не воспримите это как призыв голосовать за кандидатуру Зеленского на президентских выборов, просто это признание его заслуг как артиста и как человека, который не теряет чувства юмора и, тем не менее, имеет определённую смелость говорить то, что он говорит. Уважаемые друзья, спасибо вам за внимание. С вами были Наталья Поклонская и Иван Соловьёв. Всего доброго.